Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в деревню! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Милана Орехова, это моя дочь Арина. И сегодня мы снимаем шоу о спорте и еде Оли Квакамоле у меня на даче. Сейчас мы находимся в прекрасной теплице, так как северо-западный регион не славится очень теплым летом. Первый урожай мы собираем именно здесь. И сейчас Арина покажет нам, какой у нас уже есть урожай клубники. У нас здесь растет несколько сортов, в том числе есть такая клубника, которую моя бабушка называла ананасной. Не знаю, имеет ли это действительно такое название. Но эта клубника, она не дозревает до красного цвета, но при этом отличается очень спелым, таким ярко выраженным сладким вкусом. Несмотря на то, что мы находимся в теплице, в начале июня в нашем регионе даже в ней еще не очень большой урожай. Здесь мы видим такие сочные листья мангольда, очень полезные. Мангольд это, собственно говоря, свекла, вот уже такой колосицы укроп, который можно использовать не только, как мы привыкли, с картошкой или рыбой, а добавлять в кучу других различных продуктов. И вообще не забывайте о том, что зелени в нашем рационе должно быть как можно больше. Помидоры у нас еще, конечно же, не созрели. Здесь где-то будут кабачки. Вот это очень красивый, такой декоративный, но и используемый в гастрономии, очень активно лук, шнит лук, его еще называют лук-резанец. У него такой сладковатый достаточно привкус, он очень ароматный, мы его немножко себе сорвем. И когда будем декорировать наш гаспачо, используем несколько перышек мелко порубленных для того, чтобы добавить. Вот у нас тут еще произрастает клубника, вот это как раз та самая ананасная, которую мы пытались успешно найти на грядке с остальной клубникой, но слишком много ее, там было другой, чтобы найти эту. И сейчас мы срежем несколько листиков салата латук у нас на зароде, в Довогороде. И сейчас мы пойдем нарежем щавеля, некоторые говорят щавеля, но мы говорим щавеля сегодня. С щавеля мы будем готовить не суп, как обычно, привычно для нашего вкуса российского, а мы приготовим домашний лимонад. И вот он сочный, прекрасный, свежий, с кучей полезных микроэлементов, особенно щавель богат витамином С. Сейчас мы срежем несколько листиков и приготовим из них вкуснейший домашний лимонад. Кстати, хозяйки на заметку, всю свежую зелень, которая наиболее богата различными витаминами, если не успеваете съедать в сезон, можно обрабатывать, резать и замораживать в морозилке для того, чтобы использовать зимой и получить необходимые витамины, в том числе и в зимнее время. Это моя собака порода Папильон, его зовут Анжел, он немножко нервничает, вообще на самом деле он очень любит есть свежие салатные листики, мы же всего опустим на пол и он съестся, но там без лишних свидетелей. Но этими кадрами, немножко забавными, я бы хотела напомнить вам о том, что нужно съедать 400 грамм овощей и зелени в день для взрослого человека. Энди, почему ты не стал жрать, когда какашка-то маленькая? Сегодня мы снимаем выпуск шоу у меня на даче, и я буду готовить вам холодный томатный суп гаспачо. Этот суп родом из Испании. Самое главное секрет в его приготовлении в том, чтобы выбрать правильные вкусные помидоры. Я сегодня взяла двух разных видов, одни из них, они и те, и другие азербайджанские томаты, сейчас у нас пока еще в Петербурге грунтовый выборжец какой-то растет, который не очень подходит для того, чтобы наслаждаться именно нужным томатным вкусом. И когда вы покупаете помидоры в магазине, вы можете по запаху определить тот самый знакомый с детства томатный такой аромат, он должен присутствовать в спелых плодах, и тогда вы будете уверены в том, что они будут иметь, все блюда, которые вы приготовите с использованием этих помидоров, будут иметь действительно такой яркий, неповторимый вкус томатный. Для того, чтобы приготовить суп-гаспачо, мы должны планшировать помидоры, то есть снять с них кожицу. Для того, чтобы кожица снималась легче, мы делаем на оборотной стороне помидоры, обратной от плодоножки, крестообразные надрезы. Они особо не усердствуются, они должны насквозь как бы их разрезать. И дальше мы их ошпарим кипятком. Есть некая тонкость в хранении помидоров в домашних условиях. Если плоды уже очень спелые, конечно, без холодильника обойтись не получится. Но когда вы выбираете плоды, которые вы не собираетесь есть прямо в этот же день, хранить их лучше при температуре от 10 до 20 градусов. Если на даче или дома у вас есть какая-то кладовка, в которой не очень высокая температура, то хранить их лучше там, потому что те помидоры, которые хранятся в холодильнике, немного теряют, или даже много иногда теряют свой вкус, у них портится консистенция. Также зачастую люди не очень правильно используют различные отсеки холодильника для хранения различных продуктов. И из-за этого портится, собственно говоря, не только вкус, но и само качество продукта. В классическом рецепте супа гаспачо используются также огурцы помидор. Но так как мы с вами стремимся к тому, чтобы в наших блюдах сочетание продуктов не только несло вкусовую нагрузку, но также обладало максимальной полезностью, этот ингредиент огурцы мы исключили из нашего рецепта сегодняшнего. И также мы помимо томатов в гаспачо добавим паприку красную. Она наиболее сочная, в ней тоже много достаточно витамина С. Кроме того, паприка очень хорошо сочетается с томатами, с точки зрения диетологии также, а не только с точки зрения вкусовых характеристик. Добавим немного чеснока и белый лук. В данный момент нужно будет нам нашу паприку разрезать. Мы разрезаем, убираем ладоножку и семена, которые внутри. На самом деле лучше всего после того, как разрезаешь, немножко ополоснуть еще, потому что на самом деле эти семечки, они никакого там особо плохого вкуса не добавляют, но они очень эстетично выглядят. И когда мы будем это все перемалывать в блендере, они дают ненужную консистенцию, потому что мы, например, помидоры обешкуриваем, так скажем, бленчируем для того, чтобы не было вот этой помидорной шкурки, такими кусочками неприятными. То есть у нас должна консистенция госпачи быть такой гладкая, хорошая текстура у него, которая позволит нам насладиться в полной мере сладковатым вкусом спелых, прекрасных помидоров, которые мы используем для сегодняшнего госпачи. В общем, разбираясь с паприкой, можно вернуться к вопросу о том, почему же мы исключили огурцы из состава нашего супа гаспачо. Сами по себе огурцы, естественно, вполне полезный продукт, но зачастую некоторые продукты в сочетании с другими продуктами становятся уже менее полезными. То есть я не могу сказать, что огурцы в составе гаспачо, если их туда добавить, сделают это блюдо вредным. Так сказать, конечно же, нельзя, но употребляемые вместе с помидорами огурцы теряют значительное количество своих полезных свойств. И также не дают усвоиться тем полезным элементам, которые содержатся в помидорах. Поэтому, так как мы исповедуем принцип максимальной полезности, а не только максимальных вкусовых хороших сочетаний, то позвольте мне исключить все-таки огурцы из состава нашего сегодняшнего госпачо. Помидоры наши мы уже избавили от присутствия кипятка. Я их обвела холодной водой. Сейчас мы дорежем паприку и начнем снимать шкурку с помидор. На самом деле лук для гаспачо можно брать практически любой, который вы любите. Его бесчисленное количество видов сейчас продается в магазине. Там можно брать лук-шалот, можно брать даже обычный самый репчатый лук. Если вы попробовали он горчит, его можно тоже ошпарить кипятком, а потом сразу остудить ледяной или холодной водой. Это позволит лишнюю горечь убрать. Я для того, чтобы не рисковать вкусом нашего сегодняшнего госпачо, выбрала белый крымский лук. Есть еще красный крымский лук, он такой совсем сладкий, у него плоские такие плоды. Мы не будем использовать целую луковицу для того количества гаспачо, которые мы готовим сегодня. Поэтому мы берем половинку и нарезаем тоже его. Приятно похрустывает. Лук мы также добавляем в блендер сразу. И приступаем к помидорке. Тут уже видно, в принципе, что шкурка начала сходить с ней практически сама на пустой ошпаривании. И вот именно эта шкурка, она хоть и тоненькая, она может дать, если их не снять, то в перемолотом виде она может дать такой ненужный кусочек, пленочек неоднородный. Поэтому я стараюсь в принципе при приготовлении любых блюд из томатов, когда они проходят тепловую обработку, шкурку снимать. Вообще, на самом деле, для практически любых блюд из помидор, которые с тепловой обработкой продукта, я шкурку снимаю, потому что она, в общем-то, никакой вкусовой нагрузки не несет, а консистенцию блюда может испортить. В данном случае нашего гаспачо, оно бы просто такие кусочки были бы, которые не позволили бы насладиться текстурой данного блюда в полной мере. Потому что вся прелесть, в общем-то, перемолотых всех супов, она именно в том, что такая шелковистая, однородная консистенция, сочетающая себе вкусы всех ингредиентов, которые мы используем в данном блюде. Порезанные томаты мы тоже отправляем в блендер. И приступаем к тому, чтобы добавить чеснок. Можно чеснок прямо вот в этой шкурке запечь в духовке и использовать потом уже запеченную мякоть чесночную. Она из долек будет выдавливаться прямо как паста из тюбика, можно так сказать. Для того, чтобы нам легче его нарезать, чтобы он не улетел куда-нибудь, мы плоской стороной ножа его так надавливаем. После этого его уже можно, вот, нож поменьше, порезать. Мы используем одну дольку сегодня, чтобы придать небольшую пикантность, чтобы он не забил своим вкусом. Итак, мы наконец-то порезали все наши томаты. Они у нас уже в чаши блендера. Они немножко у нас постоят, дадут сок, дополнительно пропитают ингредиенты друг друга. И для того, чтобы наш гаспачо стал полноценным обедом, мы его будем вкушать с брускетами из ржаного хлеба с авокадо. И добавим туда, как доп, такой гарнир, сыр стричтелла. Мягкий сыр итальянский, который делается из сыра со сливками. То есть это достаточно такое, хоть и жирное, но полезное сочетание. С томатами сыр отлично сочетается. Так же, как, собственно, ржаной хлеб является отличным источником микроэлементов различных. И добавит сытности нашему обеду. А в сочетании с авокадо это вообще будет абсолютно такое супер блюдо. То есть еще раз целиком скажем, что сегодня гаспачо мы подаем с ржаными тостами, с авокадо и стричтеллой. И сейчас я бы хотела пригласить на кухню сегодняшнего моего гостя Дмитрия Чапаренко. Дмитрий у нас футбольный селекционер, или по-другому это можно назвать футбольный скаут, который занимался профессионально легкой атлетикой. И сейчас для себя и для поддержания своей прекрасной спортивной формы продолжает бегать марафоны, полумарафоны. И мы как раз сегодня, после того, как приготовим нашу брускетту с авокадо, поговорим немножко о беге, как о прекрасной возможности поддерживать себя в форме и получать от этого максимальное удовольствие и пользу. Дмитрий, может быть, ты скажешь пару слов о себе, чем ты занимаешься на своей должести? Я понял. Пока что спасибо за приглашение, потому что я очень в ожидании нахожусь того, что мы съедим, потому что выглядит очень аппетитно. Я, по правилу, все-таки не профессионально занимался на детско-юношеском уровне, занимался легкой атлетикой, но сейчас действительно, потому что, мне кажется, это входит уже в привычку для человека, и для поддержания формы это необходимо. Хотя, наверное, все-таки чем-то желательно это смешивать, там, с посещением зала и с чем-то еще. Что касается моей деятельности, то, наверное, человеку неподготовленному ему может оказаться что-то странно, потому что я даже ехал в такси, и помню, у меня человек просил, кто-то начал спрашивать про работу, потому что я прилетел из Швеции, как раз где смотрел игрока, и он сказал, что сделал в Швеции, там, я говорю, вот, я селекционер, я смелый игрока, он говорит, я думаю, селекционеры, те, кто разбираются в овощах, фруктах, поэтому, видимо, здесь совмещение примерно такое должно происходить. А на самом деле, да, это подбор игроков для клубов под конкретные требования, то есть такая кропотливая работа, которая требует анализа, но мне кажется, что очень интересно, и я этим как раз доволен еще. Дмитрий, вот как селекционер, что вы скажете об аромате нашего будущего гаспачо? Я думаю, что мы должны оценить это по техническим, тактическим, но главное, что качество, я вижу уже качество, сейчас мы определим уровень, но качество здесь есть однозначно. Дорогие друзья, я бы хотела напомнить вам о важности употребления должного количества воды в течение дня, я думаю, что Дмитрий со мной согласится. Словно, я уже выпил достаточно, но с удовольствием почусь из такого прекрасного кувшина. Да, это серебряный кувшин, у нас еще наши бабушки говорили о том, что серебро помогает воду сделать более полезной, так что чин-чин, дорогие друзья, мы немножко глотнем воды и приступим к приготовлению наших тостов с авокадо. Как водится? Водится прекрасно, кувшин великолепен, то есть создает специальную атмосферу и, наверное, насыщает ионами серебра. Да, наверное, я не очень сильна в физике. Я абсолютно не отстройку закончил. Так, а мы сейчас приступим к тому, чтобы начать приготовить наш тост с авокадо. Если достану тоже нольчик, то небольшой. Стейковые ножи очень удобные для непрофессионалов. Всегда опасаюсь, конечно, как женщина с ножом рядом, но вижу профессионал, поэтому в данном случае не буду. Так, вот. А я просто опасаюсь, поэтому отхожу. Авокадо у нас очень спелый, прекрасный. В прошлый раз мы принимали из моего косточку таким образом, что-то сегодня у нас слишком большая, чтобы пынуться. Так, ну, друзья, мы будем мучиться. Ну, неснадежный способ. Да, выковырять пальцами называется этот способ. Чем ты могу помыть? Я сейчас дам тебе половинку авокадо, вот эту вот прекрасную, да, и ножик. И мы, собственно, делаем так. Давай я обрасследовать за тобой. Да. Мы снимаем шкурку у него. Так. Ее можно руками снять. Я просто отрезала попку авокадо, потому что более удобно было это делать. Да, начинаем снимать. Потом я уберу, чтобы нам не мешали эти шкурки. И мы возьмем вот эти мисочки. Разрежем там авокадо на кусочки. И вилкой помнем на состояние пюре. У нас получается практически заготовка. Для чего, дорогие друзья? Для глакомолия. Я не могла не сказать это слово сегодня, потому что неспроста. Он называется наше шоу именно так, да. Так, мы берем мисочку. Я себе тоже возьму мисочку. Прямо в мисочке можно порезать аккуратненько. Ну, такие произвольные кусочки, потому что, несмотря на всю свою спелость, наша сегодняшняя ягода авокадо все-таки не очень удобно будет ее мять вилкой, если он будет целиком лежать. Если на него надо. Вот я уже начну потихонечку нашу ягоду превращать в пюре. С посредством вилки? С посредством вилки. Это такой спелый сегодня нам плод попался, хранил для сегодняшнего дня специально. Чтобы он дозревал? Чтобы он дозревал, да. Кстати, такой есть лайфхак, как сделать авокадо более спелым, потому что один из самых частых вопросов, которыми задают мои друзья и зрители нашего шоу, это где взять хорошее авокадо. Авокадо есть много разных видов. У нас в основном продается либо обычное авокадо, либо авокадо хаса. Авокадо хаса, он такой более темной шкурки. И тут есть некая сложность в том, что если не очень хорошо разбираешься в авокадо, так как шкура уже темная, можно купить плод уже перезревший. Тот, который внутри потемневший, он на вкус, так скажем, далек от совершенства, есть его нельзя. Поэтому можно купить любой авокадо, даже самый такой деревянный на ощупь, взять крафтовый пакет и сложить, например, вместе с яблоками или бананами. Тут главный момент в том, что нужно обязательно проверять время от времени, дошел ли он до кондиции, потому что если он кондицию перейдет, это будет уже опять-таки несъедобно. Как у нас там дела? Мы туда добавим немножко лимонного сока. Сейчас я отрежу нам кусочек лимона. Не обязательно прямо такого совсем. А, не надо? То есть миксер не надо? Ну, можно такое, чтобы неоднородные такие куски попадать, так как гаспачо у нас будет мегаоднородный, еще на листый на вкус, то наши брускетты с авокадо могут быть менее однородными. Даже есть своя прелесть в этом. Так как в хлебе все равно семечки соединятся вот дольчиком с лимона. Просто сбрызгиваем, да? Да, сбрызгиваем туда. Немножко перемешиваем. И у нас готово наш топпинг для брускетты. Я сейчас отрежу хлеб. Рожаной хлеб не нужно исключать из рациона, даже если вы худеете. Это прекрасный источник энергии, микроэлементов различных. Мне кажется, неплохой вариант для того, чтобы перед легкой пробежкой... Ну, перед, это, бывает, на заранее, я считаю. Ну, за час где-то, да, примерно? Да, да, если немного. А вот как, скажи, пожалуйста, ты перед пробежками вообще пытаешься? За сколько, что ешь? Все зависит от ситуации. Конечно, если действительно длинная тренировка, там, где-то 30 километров бежать, то, понятное дело, в такой ситуации лучше нормально поесть, то есть съесть, не знаю, тот же Деркулес, например, я ручу любую. Но при этом, действительно, дать определенное время, то есть, там, часа полтора, минимум два лучше до того, как ты начнешь тренироваться. Хорошо, мы сейчас говорим о марафонах, а если все-таки говорите... Нет, это подготовки. А, подготовки. Да, а так, ну, если там человек собирается побежать 10 километров, то есть, например, сегодня я сначала пробежал, то есть, есть вариант, когда можно сначала проснуться, пробежать, сегодня я пробежал не очень много, 13 утра, и потом уже позавтрак. Мне кажется, мы сейчас можем немного испугать наших дорогих зрителей количеством километров, которые ты пробегаешь, так сказать, сейчас я вообще бегаю очень мало, и, честно, надо сказать, что иногда это сказывается. Вот, допустим, когда я прошлый год убежал здесь в марафон, по-другому, 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 там, по результату далеко было от того, что мой личный рекорд, потому что я, честно, понимаю, что я недоработал, потому что я не ставил задачи убежать, потом все-таки решил, поэтому самая длинная тренировка была 30 километров, то ясное дело, что в последние 12 я так нормально пострадал, то есть, там уже моральные волевые включались, потому что уже очевидно совершенно, что организм залез туда, где я с кудой приходилось что-то доставать ему, но, тем не менее, он убежал, поэтому, но, конечно, желательно человеку готовиться и понимать то, что объем, который он делает тренировочный, он все равно напрямую сказывается на результате, и не только на результате, но и на том, как ты будешь чувствовать себя в этом процессе. Как восстанавливаться вообще правильно после таких длинных пробежек? Пробежек? Бегом. Бегом. А, можно как паузу? А можно мы не класть лук? Что сделать? Не класть лук. Мы уже чуть-чуть положили. Я не ем лук. Я сейчас тогда гнуну его. Нужно ли брать с собой воду, для того, чтобы качественно пробежать? Я скажу так, что в идеале, чтобы был человек, который тебе давал бы воду, потому что я сейчас отвечу не своими словами, а словами Мохара. Я думаю, это более авторитетно будет, который сказал, что любая конструкция, которая закреплена на поясе, например, когда ты бежишь, если ты бутылочка, она очень сильно влияет на то, как у тебя сохраняется баланс. Потому что небольшой даже перевес на одну сторону будет у тебя сказываться на постановке стопы, постановке спины. Поэтому в идеале, конечно, чтобы у тебя там каждые 5-7 километров, ну, базово, я там думаю, кто-то давал бы. Потому что на соревнованиях обычно там бывает и 2,5 километра, может быть, вода. Но желательно, да, конечно, если у тебя длинная пробежка, то, конечно, 30 километров ты не пробежишь. Ну, пробежишь, но это будет сказываться однозначно. Причем должны быть, я думаю, как изотонические напитки, так и просто вода. Потому что здесь должен быть баланс того и того. Сегодня еще нам очень повезло с погодой. Сегодня не было изнурительной жары, поэтому нам не понадобилось брать с собой на пробежку, которая у нас была перед съемками, ни воды лишней, ни вообще каких-то там гелей, батончиков и так далее. Потому что дистанция была небольшая, мы сделали такую небольшую пробежку для бодрости и веселья, как видите, мы бодры и веселые. И да, и с большим аппетитом сейчас съедим гаспачо с строчителлой и тостами с авокадо, что позволит нам восстановить немножко потраченную энергию и получить дозу витаминов и прекрасного вкуса. Что у нас получилось по вкусу и нуждается ли наш свежеприготовленный гаспачо в том, чтобы добавить туда еще больше томатного вкуса с помощью томатного сока. На мой взгляд, нет. Мы добавим туда немножко оливкового масла. Возвращаясь к теме сочетания продуктов, наилучшего, томаты очень хорошо сочетаются с оливками, но не консервированными оливками, в которые добавлены соль, там какие-то ненужные ингредиенты. Мы добавим прекрасное оливковое масло. Мне повезло познакомиться с человеком, который презентовал мне масло из Тосканы, который он готовит на своей Тосканской ферме. Оно прям прекрасное, полезное. Мы его добавим. И еще нам нужна соль. Соль, на самом деле, есть мнение, что нужно вообще делать себе солевой образ жизни, но я с этим не согласна. Я думаю, что мы тоже не согласны. потому что особенно, как раз если мы говорим про летнюю погоду, то с фото очень много выходит соли и устанавливаться нужно и солевые напитки, да и просто небольшое количество соли в питании тоже нужно. И также бы я это не давал все-таки использовать минеральную воду тоже, поэтому нет, полностью без соли я думаю, что не нужно. Просто единственное, сам я по себе соленое не люблю сильно, но... будет умеренным. Это прекрасно, это прекрасно. Так, ну что, мы приступаем, собственно говоря, к последней части нашего приготовления. Мы берем нашу авокадную пасту, наш такой почти что гуакамоле и намазываем его на тошки. Прямо вилку. Прямо вилку. В плане гуакамоле, могу сказать, я к нему спокойно относился, пока жена не стала прямо его как-то так не клонировать, и поэтому я к нему привык. Да здравствуй, гуакамоле. Полезнейшее и прекраснейшее. Ты сумела все на вас, все такие жирненькие, они вышли. Да, я не экономила, так сказать, пасту. Думаю, что у меня будет нормально, так что еще вот останется. И последний штрих нашему рецепту, для того, чтобы его сделать максимально питательным, вкусным, и еще и у нас под цветовым сочетанием очень красиво все это выглядит. На мой взгляд, одно из наиболее аппетитных сочетаний в гастрономическом плане, это вот как раз сочетание зеленого, белого и красного цветов. Они такие контрастные, природные, очень. Я знаю, что было бы для испанского сюда можно добавить, если красный с желтым должен быть. Что подходило бы? Я думаю, что можно было бы добавить порезанную желтую паприку, такими кусочками ее тоже потом нарезать. Вот видно специалиста, вот сразу раз находит такое решение. Также в гаспачо можно добавлять много различных других ингредиентов, можно посыпать, например, какими-то орехами, которые вы любите, можно добавить какой-то продукт, какой-то животный белок, допустим, это могут быть кальмары, там, какое-то рыбное филе, то есть главное, чтобы не смешивать два вида животного белка в одном блюде, но если вы добавите там краб, креветку, там, еще что-то, будет очень хорошо сочетаться, и даже в Испании часто добавляют хамон. Умеренно по соли, шелковистая по текстуре, насыщенная прекрасным летним вкусом и ароматом томатов, мне кажется, наш гаспачо удался на славу. Ну, условно, но больше твой. Приятного аппетита. Да, и я бы хотел добавить, что, все-таки, главное, что нужно делать в любом деле, в том числе, в беге, это не навредить, поэтому я рекомендую, чтобы люди регулярно, все-таки, проходили обследование сердца, то есть, допустим, даже я вот могу сказать, несколько месяцев назад я поставил себе монитор, чтобы все вот это посмотрели, мне сказали, что это в порядке, жив, но как бы никогда не гарантия того, что человек, который себя хорошо чувствует, все-таки все может быть, сколько спортсменов даже иногда заканчивают очень плохо, самое неожиданное мое, поэтому самое важное, это то, чтобы ты обследовался врачей, которым ты доверяешь, и дозировал нагрузки, те, которые ты можешь перенести. Дорогие друзья, следите за своим здоровьем, бегайте во благо, кушайте авокадо и оставайтесь здоровыми и спортивными. Субтитры создавал DimaTorzok В этом выпуске я доказала, что я действительно люблю бег, бегаю в любую погоду, но на самом деле не жаркая погода, как сегодня, она намного лучше, чем бегать на жаре, и в принципе в городе достаточно прекрасных мест, где можно совершить хорошую пробежку, подожжать свежим воздухом, вот, например, Елагин остров, в ЦПКО много дорожек, можно понаблюдать за белками, за другими бегунами, свадьбами, перекусить после пробежки чем-то не очень полезным. Одним словом я хочу сказать, что занятия, даже если вы занимаетесь другими видами спорта, то бег вам все равно принесет пользу, потому что так или иначе работают практически все группы мышц, все зависит, конечно, от того темпа, в котором вы двигаетесь, но в целом это очень хороший вид, и я считаю, что даже людям, которые играют в хоккей, футбол, гандбол, занимаются греблей, его в целом можно включать в свою программу, дополнять. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный человек, интересный собеседник и легкоатлет Дмитрий Нечапоренко. И вот он убежал вдаль, чтобы продолжить свой марафонский забег этим прекрасным субботним летним днем. Всем бега и глагомоли! Субтитры сделал DimaTorzok